Новый молочно-товарный комплекс открыли сегодня в Светлогорском районе. Он размещен в вёсце Зареча и различен на 600 голов дойного остатка. В республице уже стала добрая традиция вводить на передние 7 апреля новые объекты. Мосты, школы, детские садки, дороги в творчестве. В протяжении темы наш сюжет. Эту подею у Дуброва Агра ждали несколько лет. У сельхозпродприемства есть три молочные фермы, но назвать их современными складано. Новый комплекс по самых сучастных технологиях почали будовать летость. Одночасово с будовництвом коттеджа для будущих работников. Разом с мясовыми кадрами запросили специалистов зиенших районов Беларуси. Заблаговременно, конечно, просматривали то, что будет открываться новая ферма. Но, будем говорить так, по специалистам уже у нас набраны специалисты. А вот по рабочей массовой профессии, будем говорить так, на 50% у нас мы укомплектованы. Но сейчас поступают предложения именно с других регионов. Мы под строительство молочного товарной фермы строится жилье. На будовництво нового комплекса успотребилось около 17 миллионов рублей. Частку необходимого выдатковали з уластных сродков. А маля 11 миллионов – кредит банка. Абловы Канкам такое финансование узгаднил. Урешті – размова об развитии экономики региона. Стоит задача увеличить объем производства продукции, в том числе молока, для того, чтобы обеспечить наши предприятия переработки. Их в области 5, недозагрузка сегодня 10-15%. Стоит задача за оставшуюся 3 года пятилетки увеличить объем производства молока на 300 тысяч тонн. В первую очередь это за счет нового строительства. Будовництво новых живолагодовчих комплексов на Гомельщине – устойливая тенденция. Коли можно отримливать стабильный прибыток, такую махчимость нельга не выкрыстовывать. В этом году мы запланировали строительство 11 комплексов аналогичных. Ну, где-то, может, чуть-чуть с другой планировкой. И в 23-24 год мы их ведем, и, я думаю, тоже будут хорошие результаты. Агро-промысловому комплексу в Беларуси заразу вогуле особливая увага. С початку года краина уже зарабила на поставках продукции больше, как 6 миллиардов долларов. Это значный плюс до леташнего взрыва. При том, что личба явно не кончатковая. Попыт на продукты харчевания в свете постоянно повеличивается. Испытывают дефицит продуктов питания сегодня наши европейские страны, наши соседи. И очень осто стоит вопрос по их обеспечению. Поэтому в предыдущем стране принято решение на увеличение подобных комплексов в этом году, на будущий год, там, где мы должны прожить практически 80 ферм в 2023, существенным образом добавить производство молока. С той целью, чтобы заработать больше денег для нашего государства. Дасть возможность, естественно, улучшить материальное благо наших людей, особенно в сельском хозяйстве. У подтверждения этих слов – работа Светлогорского филиала Калинковицкого молочного комбината. Основная продукция этого предприятия – сыры. В этом году больше, как 90% выработанного отгрузили на экспорт. При дополнительных поставках сыровины у темлику с нового молочного комплекса объемы поставок за межи Беларуси могут еще больше повеличиться при гарантованном забеспечении потреб внутреннего рынка. Наталья Игнатенко, Алексин Цюроу, Сергей Лукашук, Телерадоя компания «Гомель», Светлогорский район.